Электронный обмен данными и общие тарифы. В Сочи сегодня открылся международный железнодорожный бизнес-форум. Лето с пользой. В Сочи открылись 145 детских площадок досуга. Сегодня почти 600 тысяч российских школьников писали ЕГЭ по математике базового уровня. Это второй обязательный предмет. Ситуацию с подтоплениями под свой контроль взял губернатор. Напомню, сильный ливень обрушился на Краснодар вечером 1 июня. Затопленными оказались несколько микрорайонов Краснодара, в том числе и музыкальный, где уровень воды на дорогах поднялся до полуметра. По поручению Вениамина Кондратьева, сегодня в Краснодаре собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. На видеосвязь вышли все районы, где разбушевалась стихия. Последствия аномально сильных осадков сейчас практически устранили. Спецслужбы откачивают воду из домов и дворов, которые были подтоплены и восстанавливают поврежденные электроподстанции. По городу Краснодару задействовано 115 человек личного состава, 58 единиц техники. В настоящее время в Кореновском и Тевышевских районах проходит отработка на общую площадь порядка 45 участков. Всего для проведения мероприятий задействовано было 223 человека личного состава. В районах, где по прогнозам возможны ливни и развернули пункты временного размещения людей, спасатели перешли на круглосуточное дежурство. По прогнозам синоптиков, дожди с небольшими перерывами на Кубани будут идти почти весь июнь. Поэтому специальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Почти 3,5 миллиарда рублей выделят в регионе на детский оздоровительный отдых. Несмотря на сложности в экономике, это больше, чем в прошлом году, рассказал губернатор Краснодарского края на селекторном совещании с Дмитрием Медведевым. Вениамин Кондратьев добавил, что в этом году на Кубани будут работать более полутора тысяч детских санаториев и лагерей. При этом предложат не только традиционный отдых на морском побережье, но и в предгорных районах. Появятся и новые не просто туристические, а образовательные маршруты. Такой формой отдыха будет охвачено свыше 400 тысяч кубанских мальчишек и девчонок. То есть мы запроектировали, что 400 тысяч поедет именно не на море, а поедет в эти лесные лагеря. Для нас важно было, чтобы дети не только путешествовали, но и получали новые знания, приобщались к истории родного края. Ну и, конечно, прониклись духом патриотизма. Мы делаем маршруты победы. То есть вот там, где наши войска наступали, там, где были бои, сватки, эти маршруты героев, где по нашим горам, где шли бои сжиточенные, то есть они смогут в летний период перед отдыхом проходить. Отдельное внимание уделят детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Такие ребята, это почти 100 тысяч человек, также отдохнут в кубанских лагерях. На совещании затронули и вопросы безопасности. Вениамин Кондратьев попросил глав других регионов заранее предупреждать о группах детей, направляющихся отдыхать на Кубань. Обращаюсь к коллегам-губернаторам. Вот группы, которые выезжают с ваших регионов, и, пожалуйста, мы письма уже всем разослали, вы предупреждаете нас, и мы в письмах указали, что Роспотребнадзор Краевой, о том, что ваши группы выехали, чтобы мы не снимали потом группы из различных субъектов с гор или на диких пляжей, потому что мы даже не знаем, что они к нам заехали. Вот здесь мы попытались путем рассылки писем организовать систему взаимодействия, чтобы мы понимали, что это наши общие дети. Не могу этого не поддержать, если кто-то куда-то выезжает на территорию другого субъекта федерации. Руководство этого субъекта федерации, если речь идет, конечно, об организованной группе, а не о выезде с родителями, должно знать об этом. В противном случае невозможно контролировать, что происходит, и, скажем прямо, невозможно помочь в случае возникновения необходимости. Дмитрий Медведев также добавил, что в этом году из федерального бюджета в регионы на софинансирование детского отдыха направили больше 4 миллиардов рублей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. А в Сочи накануне были открыты 145 придворовых и пришкольных площадок досуга. На них провести лето с пользой в сочинской детворе предлагают городские власти. Вообще же занять делом планируется порядка 207 тысяч детей. В их распоряжении летние пришкольные, трудовые и стационарные лагеря, туристические походы, городские массовые мероприятия и, самое главное, досуговые площадки. Мальчишки и девчонки, а также их родители на открытие досуговой площадки на базе 24-й школы пришли все. Им преподаватели, тренеры и аниматоры наглядно продемонстрировали, чем сможет заняться летом детвора. Ушу, футбол, баскетбол, скиппинг. Вот даже глава Сочи Анатолий Пахомов, посмотрев презентацию, взял в руки скакалку. Но самое главное, отмечает мэр, чтобы заинтересовались ребята. Задача ваша, как инициатора, ответственного за эту площадку, это создать такое слово, чтобы наши аниматоры прозванивали по деткам, прозванивали по родителям, говорили им, что приходите на нашу площадку. То есть каким-то образом мотивировали, чтобы на самом деле работа была плодотворной. Мотивация будет обязательно, Антон Николаевич, это будут и призы, и подарки. Так что дети будут с удовольствием приходить на эту площадку, потому что они будут знать, что здесь они найдут действительно то, что они должны летом делать. Под хорошую погоду, заниматься спортом. Досуговые площадки в Сочи были организованы по инициативе и на средства членов партии «Единая Россия». Они же будут контролировать их работу. За это, к примеру, отвечает депутат городского собрания Степан Кагасян. На открытии спортивного городка, как и обещал, народный избранник подарил ребятам инвентарь для уличного баскетбола. Ученица 24-й школы Екатерина Мусиенко ждет с нетерпением, когда сможет освоить новый для себя вид спорта. Соревнования дают возможность развивать спорт. Это возможность всем детям попробовать себя в разных видах. И помогает поднять настроение, поддерживать себя в хорошей форме. Но не только спортом предложат заняться этим летом детворе. Вот, к примеру, на детской площадке на улице Горького, 87, открыт целый городок мастеров. Здесь ребят учат лепить из теста, рисовать и мастерить цветочные композиции с бумаги. Студентка третьего курса Сочинского института моды, бизнеса и права Ева Садовская сейчас проходит педагогическую практику. А заодно помогает ребятам открыть дизайнерский талант. Мы заранее с девочками, с аниматорами подготовили заготовки для того, чтобы научить детей делать самостоятельно цветы из бумаги. Можно делать просто как аппликации, можно делать на палочке. И дети подходят, говорят, что хотят для своих родителей сделать, для мам, для пап, для сестер. Всем нравится. А еще игры и концертные программы. Все это будет на сочинских площадках этим летом. Они, к слову, будут работать 6 дней в неделю, кроме воскресенья, с 17 до 20 часов. Вход свободный. Досугом детей занимаются специалисты сразу четырех управлений городской администрации. Образование, молодежные политики, культуры, а также департамент спорта. К слову, не только члены партии «Единая Россия», сотрудники администрации и родители работают над тем, чтобы это лето сделало для детей интересным. К общему делу подключились и сотрудники УВД города. Их вклад в безопасность. За каждой такой площадкой закреплен сотрудник полиции, инспектором по делам несовершеннолетних. Кроме этого, вся эта территория прошла проверки на предмет антитеррористической безопасности. И, кроме этого, маршруты патрулирования наружных нарядах максимально приближены к данным объектам. Всего этим летом в Сочи будут работать 145 пришкольных и придомовых площадок досуга. Дети могут быть уверены, скучно не будет, а родители спокойны. Их чадо при деле и под присмотром. Глена Авсецна, телекомпания «ФКТ». Глава Сочи официально представил нового руководителя департамента городского хозяйства города. На эту должность назначен Николай Батманов. До этого он возглавлял предприятие «Водоканал» в горячем ключе. Одна из главных задач, которая сейчас стоит перед новым руководителем ЖКХ курорта, подчеркнул мэр, это поставить финальную точку в незаконном сбросе канализационных стоков в реке и на рельеф. О чем еще говорили в мэрии, узнаем из нашего следующего сюжета. Основная тема совещания – готовность к курортному сезону. Работы еще немало. В Лао, Дагомысе и Центральном районе до сих пор идет благоустройство набережных. На завершение всех работ мэр отвел неделю. Под особым контролем у администрации города – Приморская набережная. Так, к примеру, арендатор одной из бун на муниципальном пляже Мариса Тореза решил проигнорировать предписания администрации Сочи, демонтировать кафе и оборудовать на его месте аэрарий. Городоначальник подчеркнул – закон должны соблюдать все без исключения. Для всех равные условия. Все они, естественно, непростые люди. Все, кто настроился на наших море закрыл, они непростые люди. В том числе и пляж Маяк, вы знаете. Нам все равно. Мы должны ко всем относиться одинаково. С одной стороны мы там волнарец освободили, каравелло. Другой застроился. А как он называется, этот объект пляжный? Пирс. Пирс. Вот этот пирс нужно сносить. Поставлена задача – в течение недели кафе снести, а на его месте установить шезлонги и зонты. Обсуждали подготовку города к всемирным хоровым играм. Сотрудникам мэрии поручено проверить все объекты показа и подъездные пути к ним. Там, где необходимо провести ремонт дорог. В свою очередь, сотрудников ГИБДД и казаков глава города призвал уделить особое внимание контролю ситуации на магистралях курорта. Пробки, которые прошлым летом были в Адлерском и Лазаревском районах, должны быть минимизированы. Надо ставить казаков, надо ставить ДНД, и при том это делать нужно с 10 часов и до 22 часов, чтобы они, по сути дела, формировали потоки пешеходов. Задача нашего ДНД, казачества – это формировать, дать возможность проехать транспорту и сдерживать пешеходов. Но полк ДПС и ГАИ должны быть здесь главными. Говорили на совещании и еще об одной проблеме. Сочинцы и туристы жалуются, что на курорте курят в общественных местах, на остановках, пляжах, прогулочных зонах. Глава города потребовал усилить в Сочи антитабачную пропаганду, а также создать специальные места для курения. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Новая волна 2016. В городе началась подготовка к проведению международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки. Игорь Крутой, участвуя в заседании общественного совета курорта, еще раз подтвердил, что Сочи выбран постоянной площадкой для проведения столь значимого музыкального события в культурной жизни страны. Слово Елене Овсециной. На заседании общественного совета Игорь Крутой приехал прямо из аэропорта Сочи. Он, как основатель и продюсер «Новой волны», заявил, что лучшего места для международного конкурса искать не стоит. В Сочи всем понравился, и организаторы уже начали с Нового года подготовку к очередному музыкальному конкурсу. По энергетике, конечно, Сочи наш город. Так же, как и Юрмова была наша. И вот здесь как бы все оказалось родным. И подошло по энергетике, и по такой насыщенности, и по отношению людей. Мне показалось, что это наш город. Изменилось время проведения «Новой волны». Теперь гостей и участников стоит ждать в бархатный сезон с 3 по 9 сентября. Целая неделя прямых эфиров, концертов, а это несколько творческих вечеров. Виктор Дробышек и его 50-летию Олега Гасманова, 65-летию и авторский творческий вечер Игоря Крутого с участием Анны Нетребко, Дмитрия Хворостовского, Лара Фабиан, Юрия Башмита. Дни открытия и закрытия «Новой волны». День премьер – это концерт «Звезд» и день кино, который проведет известный режиссер Никита Михалков. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что лучшей рекламы города и не найти, когда в течение концерта после исполнения каждой песни звучит город Сочи. То, что сегодня проект «Новая волна» снова в городе Сочи – это большое завоевание. При всем том, что мы являемся местом проведения более чем 200 мероприятий в год, не разные, сложные. Тем не менее, отказываться от какого-либо проекта я бы не стал. А особенно от таких мегапроектов «Новая волна», потому что это проект для нас очень важный по продвижению курорта. В качестве статусного гостя ожидается приезд британского музыканта, певца, актера, автора песен «Стинга». Участники музыкального конкурса – молодые исполнители из 13 стран. Планируется открытый концерт и для всех жителей Сочи. Пообещали и Анатолий Пахомов, и Игорь Крутой. Глена Авсецна, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня открылся международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 15-20». В этом году в крупнейшей деловой встрече лидеров железнодорожного бизнеса участвуют более тысячи специалистов из разных стран. Какие темы стали ключевыми на 11-м ежегодном форуме? Инга Габешия с подробностями. Аудитория – ведущая компании транспортного сектора России, стран СНГ и Евросоюза. Цифры 11-го международного железнодорожного бизнес-форума 1300 специалистов из 35 стран. Количество заинтересованных в сотрудничестве, отметил в приветственном слове помощник президента страны Игорь Левитин, с каждым годом растет. «Десять лет тому назад, когда был первый форум, мы говорили еще пока о Сапсанах, высокоскоростные магистрали были где-то далеко, но мы все о них мечтали. Сколько стран было – 11, сегодня – 35. Все очень позитивно». Как изменилась карта международных железнодорожных грузопотоков под давлением политических и экономических факторов? Так обозначили тему пленарного заседания 11-го форума. Развитию транспортного коридора «Север-Юг» сегодня уделяется большое внимание. Так, например, с учетом снятия санкций с Ирана за четыре месяца 2016 года объемы перевозок между двумя странами выросли на четверть. Сегодня в рамках форума было подписано трехстороннее соглашение между российскими, иранскими и азербайджанскими железными дорогами. Оно отражает положение по ЖД-тарифам для привлечения грузопотоков. Еще одно соглашение подписали российские и казахстанские дороги. Документ регулирует электронный обмен данными по перевозкам грузов. Что дает нам преимущество и окончательное формирование коридора из Китая в Россию через Казахстан и, соответственно, в Европу через Белоруссию. Впрочем, в ходе форума говорили не только о международных перевозках, но и развитии местного сообщения. Выступая на пленарном заседании, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обозначил важность форума для края. Для нас важные вопросы, связанные с подъездными путями к Керческому мосту и внутрикраевые, внутрирегиональные перевозки и, конечно, соединение нашего региона с другими регионами России. Для нас очень важно, чтобы к нам ехал турист и на наше Черноморское повествие, на наш курорт и ехал в комфортных условиях, что для нас максимально важно. Завершится форум завтра. Участники в рамках круглых столов планируют обсудить ключевые составляющие железнодорожного бизнеса. Это транспортные коридоры, логистика, машиностроение, грузовые и пассажирские перевозки. Инга Габеши, Ольга Десятого, Николай Техонов, телекомпания ФКТ. На Кубани планируют возвести шесть железнодорожных переездов. Этот вопрос Вениамин Кондратьев обсудил сегодня с президентом компании РЖД. Встреча с Олегом Белозёровым прошла в рамках железнодорожного бизнес-форума «15-20», который в эти дни проходит в Сочи. В некоторых районах края ЖД переезда расположены в самих населённых пунктах, из-за чего образуются многокилометровые автомобильные пробки. При прохождении составов шлоба закрыт до двух часов, тем самым, конечно, вызывается нервоз у населения. И речь идет о тех самых путепроводах, которые сегодня нам необходим для того, чтобы не прерывалась нормальная работа города или района. Это принципиально важно. Поэтому Славянск, Тимошевск и иные наши города, Анапа, Кореновск, Славянский район в целом. То есть, на самом деле, это сегодня та проблема, которую нам надо вместе решать. Железная дорога, несмотря на всю важность железной дороги, не должна создавать условий невозможности жизни для людей. Это мы четко понимаем. Обсудили на встрече организацию пригородных перевозок. Краевой бюджет ежегодно компенсирует компании доходы по межтарифной разнице. В сложный экономический период это ложится тяжелым бременем на казну, отметил Вениамин Кондратьев. Особенно ощутимо это с началом курортного сезона, когда увеличивается поток туристов. Те туристы, которые приезжают реально отдыхать в Сочи, я считаю, что здесь краевой бюджет. За туристов со всей страны платить не должен. И для нас сегодня очень важно понимать, как дифференцировать, как сделать так, чтобы на самом деле за жителей края, которые работали на экономику края, на регионы, сделали его богаче. Конечно, они за труднее того, чтобы край компенсировал им проезд. Но, опять-таки, за всю страну расплачиваться и компенсировать мы не можем, всего того, что сегодня возможности бюджета тоже ограничены. При формировании тарифов мы будем максимально прозрачны, максимально лояльны идти на встречу регионов. Мы будем показывать снижение всех своих затрат, вместе разбираться в затратах для того, чтобы четко было понятно. Сегодня нам очень важно, чтобы отдыхающие ехали на наш курорт, на наши членоморские побережья. Исходя из той политики, которую проводят авиакомпании, это становится сложнее и сложнее. Поэтому мы акцент делаем на автотуризм и на железнодорожный транспорт. Ну и, конечно, вопрос цены пассажироперевозки, в том числе на внутренних наших маршрутах, для нас важно. Но мы хотели бы, конечно, сделать так, чтобы и нам было комфортно, но и для вас это тоже должно быть выгодно. Совместно с РЖД краевые власти реализовали множество проектов. Сейчас работа ведется над еще одним. Это строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Сегодня почти 600 тысяч российских школьников писали ЕГЭ по математике базового уровня. Одиннадцатиклассники, успешно сдавшие этот экзамен, получат аттестаты и смогут поднять документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. В этом году в Сочи чуть более двух тысяч выпускников экзамен по базовой математике должны сдать все, иначе одиннадцатикласснику не выдадут аттестат. Впервые ЕГЭ по математике был разделен на два уровня базовый и профильный в прошлом году. Профильный уровень позволит выпускникам поступать в те вузы, где при поступлении нужны результаты ЕГЭ по математике. Его выпускники будут сдавать на следующей неделе, 6 июня. Сегодня же ученикам было дано три часа, чтобы решить все примеры и справиться с неравенствами и уравнениями. В целом экзаменационная работа по базовой математике включает 20 заданий. Ответов на тесты в сети на этот раз не было. Школьники Дальнего Востока и европейской части страны писали разные тесты, так что поделиться ответами они не смогли. О том, чтобы выпускники не могли пользоваться шпаргалками, в этом году позаботились и в самих пунктах проведения ЕГЭ. Все сочинские школы на время проведения экзаменов оснащены средствами подавления связи, так называемыми глушилками. Они блокируют все виды связи, начиная с мобильной и заканчивая Wi-Fi. Ребята знают, что нельзя пронести мобильные телефоны, никакие средства, справочные какие-то материалы, но для усиления контроля, для общего спокойствия стоят такие специальные средства. Для их безопасности, потому что это обязательный экзамен. При удалении ребята не смогут его сдать в этом году. Экзамен очень важный, потому что это старт. Поэтому все для того, чтобы все у ребят получилось хорошо. Отдаренных детей Сочи наградили дипломами юных граждан. Поздравление лучших сочинских школьников в самые первые летние дни стало уже доброй традицией. Из Сириуса Кирилл вернулся еще в апреле. И до сих пор парень под впечатлением. Призер регионального этапа Олимпиады по физике отправился в российский образовательный центр на всероссийский конкурс. Каждый день 5-7 часов занятий. Было непросто, но лучшего лагеря и школы во всей России не найти. И находится он в Сочи. В Сириусе, что действительно сильно порадовало, это уровень обучения, который там преподавался. Потому что ни в Сочи, ни в Краснодаре даже нам так физику никогда не преподавали. И само собой объем материалов. Кроме образования порадовало еще все-таки питание, еда. Я не могу об этом не упомянуть, потому что... Шевецкий стол? Постоянно, причем 24 часа в сутки. Сегодня Кириллу и еще 175 подросткам, кто достойно защитил честь города Сочи на различных олимпиадах и конференциях победителям спортивных соревнований, дипломантам и лауреатам конкурсов. Глава города Анатолий Пахомов торжественно вручил дипломы юного гражданина и памятный подарок. Сегодня из 54 тысяч детей до 18 лет, 7 до 18 лет, у нас 46 тысяч детей нашли для себя вручение. И, наверное, скоро 50 тысяч наших родителей будут очень счастливы. Потому что, если подумать, то это самая главная задача. И самое главное, для чего живет каждый родитель. На сегодняшний день в Сочи работают 50 учреждений дополнительного образования. Только в этом году в различных интеллектуальных конкурсах, форумах, фестивалях приняло участие около 75 тысяч школьников. Такой опыт, уверены организаторы, непременно поможет молодым дарованиям подготовить конкурентоспособное портфолио и открыть любые двери во взрослую жизнь. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. 4 июня кинотеатр «Люксор» отметит Международный день защиты детей. Там пройдет большой детский праздник, а также стартует показ приключенческого мультсериала «Защитники». На праздники в «Люксоре» никому не будет скучно. Детей и их родителей ждет интересная развлекательная программа, веселые викторины, конкурсы, профессиональные аниматоры и многое другое. Детский праздник начнется в 13 часов, а в 14 маленькие зрители смогут посмотреть новый российский анимационный сериал «Защитники». Это современный мультсериал про российских школьников, обладающих суперспособностями. В обычной российской глубинке живут шестеро друзей, на первый взгляд они простые школьники и лишь немногие знают, что эти восьмилетние ребята – последняя надежда нашей планеты. Враждебные инопланетяне готовятся поработить Землю и уже выслали передовой отряд из трех пришельцев, чтобы подготовить зону высадки как раз на месте городка друзей. Захватывающие приключения, смелые герои и смешные шутки – все это ждет юных зрителей, которым непременно понравится увлекательная жизнь компании ребят и домашнего инопланетянина Бака. Большая открытая премьера по специальной цене всего за 100 рублей. Билеты можно забронировать на сайте Люксора. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент ткани, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки и ремонта, мебель и предметы интерьера, текстиль, климатическое оборудование и многое другое. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова